Добрый день! 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 Ветеранский долг, который исполняли водители при ликвидации последствий этой катастрофы, тех водителей, которых уже с нами нет, и тех, которые продолжают сегодня жить, трудиться. У нас есть ветераны такие. Хотелось бы сказать им огромное спасибо и низкий поклон за то, что они сделали. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. До инших тем. У черговом выпуску программы «Добрый вечер, Гомель» размова подзе проголонный документ каждого грамадзянина краины – пашпорт. Який обовязковый взрос для отримания пашпорта у нашей краине, чему на одного же хара краин-суседок России и Украины преподаются два такие документы, что важно видать при выезде за мяжу и замену пашпорту. Як поступить, коли за годы ваша внешность стала непознавальной. Усе нюансы веду про документы, которые есть у каждого, глядите в первые часы программы. У я ее протягу позже разговора про авторские ляльки. Глядачу чекают интересные истории и корыстные парады от удельников Беларусской гильды майстров и рамесников. Программа «Добрый вечер, Гомель» в эфире сегодня в 19.30 на телеканале «Беларусь-4». У Гомеля установили беларусский рекорд массового выполнения самого известного хита группы «Битлз». Мелодию песни «Естеда» и одночасовых грали 153 музыканты из Беларуси, России, Украины, Польши и Вьетнама. Удельники отримали ноты каля месяца тому, а с уместных репетиций под керавництвом гомельского музыканта Игора Шошина было усяго три. Узрост удельников рекордного выступления от 6 до 70 годов. Рекорд установлены у рамках фестивалю конкурсу «Ренессанс гитары». У делу им примали як профессионалы, так и аматоры. А кроме традиционных номинаций, таких як классичная, электро- и бас-гитара, все лето з'явились новые для композиторов, музыкальных гуртков, а так само выканавцев на стародавних инструментах. На этом тему рекордов не закрываем. У Бресси отбойся шэмпионат Беларуси по плаванне. Гомельшанин Яуген Цуркин поудельничал о обновлении рекорда краины. Мелорусские плавцы полепшили национальное досягнение у эстафетти шатыры по 100 метров вольным стилем. А кроме того, на рахунку Цуркина по выниках шэмпионату золотые узнагороды на дистанциях 50 метров батарфляем и 100 метров вольным стилем. Гомельшанин финишовал другим на 50 метров с вольным стилем и третьим на 100 метрах батарфляем. Так само за узнагородами из Бреста вернулся и наш Ягор Пятренко. У его активе две бронзы. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.